Итак, сегодня мы с вами начинаем изучать итальянский язык и начинаем его изучать, конечно, с алфавита. Наша задача сегодня познакомиться с алфавитом, познакомиться с правилами чтения и уже начать читать. И начать читать в полном объеме, потому что, в отличие от других европейских языков, итальянский язык позволяет нам начать читать практически сразу, потому что фонетическое чтение, оно достаточно простое в итальянском языке. Итак, давайте с вами знакомиться с алфавитом. Открываем алфавит и видим, что в алфавите, вот он наш алфавит, и мы видим, что здесь присутствует ряд букв, но некоторые из них, из тех, к которым мы привыкли в других европейских языках, некоторые из них отсутствуют. Почему? Потому что мы с вами разделим алфавит итальянский на родные итальянские буквы, то есть те, которые сохранились от латинского языка в процессе формирования итальянского языка, и отдельно посмотрим на те буквы, которые пришли в итальянский алфавит позже, и которые называют иностранными, заимствованными, чужеродными в итальянском алфавите. И они, как правило, будут встречаться только в словах, заимствованных итальянским языком, из других иностранных языков. Итак, давайте с вами знакомиться с алфавитом. Так, чтобы нам было удобнее, алфавит у нас представлен следующим образом. Мы с вами будем видеть буквы, так, как они пишутся, и так, как они звучат, скажем, в итальянском варианте, и так, как они могли бы... те звуки, которым они могли бы соответствовать в русском языке. Итак, буква А. А, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, Н, O, P, Q, R, S, P, U, V, Z. Вот такие у нас буквы в итальянском алфавите. Давайте немножко посмотрим на особенности их произношения. Посмотрите, буковка B, мы ее фонетически, как звук, произносим B. Буква Чи может дать нам два звука Ч и К. Буква Ди даст нам звук Д. Буква Э гласная дает нам один звук Э. Буква Ф тоже даст нам один звук Ф. Немножко тут отпечатка. Буква Джи даст нам два варианта. Даст Дж и даст Г. Ака. Посмотрите, прочерк. Что бы это могло значить? Это значит, что буква Ака не читается в итальянском языке. Но иногда пишется. Буква И дает звук И. Буква Л дает звук Л. М М. Н Н. О. Гласная дает такой же звук О. Буква Пи дает звук П. Буква Ку дает звук К. Точнее будет в сочетании с гласной У. Мы потом посмотрим. Она будет давать звук К. Буква Р дает звук Р. С даст нам два звука. Либо С, либо З. Буква Т даст звук Т. Буква У дает звук У. Буква В или Ви. Два варианта произношения есть. Даст нам звук В. И буква З даст нам звук З. Как видите, все достаточно просто. Там, где мы с вами заметили двойные звуки, то есть есть два варианта произношения, естественно, эти два варианта произношения встретятся в разных сочетаниях. В одном сочетании буква Ч будет давать звук Ч, в другом сочетании даст звук К. И так далее. Но теперь пришла пора познакомиться с иностранными агентами в итальянском языке, с иностранными буквами, которые сюда пришли со временем из других иностранных языков, европейских языков. И, как правило, эти заимствования все сделаны из греческого языка. Итак, мы с вами видим буковку Ипсилон, Илунга, Каппа, Икс и Видопья или Вудопья. Читаться они будут, как правило, так, как звучат Ипсилон, И, Илунга будет давать нам, как правило, звук Е, иногда Дж. Буковка Каппа даст нам звук К, Икс, соответственно, даст звук КС. И Вудопья будет читаться, как В, английская. Ну, например, Word мы прочитаем. Итальянцы очень любят сейчас заимствовать из английского языка слова. Вот они будут читать Видопья, как В в английском языке. Но еще раз повторюсь, эти буквы, они иностранные агенты в итальянском языке. И поэтому будут они встречаться только в словах заимствованных.